Добрый день, уважаемые зрители канала ОМЗАП. С вами я, Валентин. Сегодня у нас автомобиль Kia Sorento. Заехал на диагностику подвески. В процессе диагностики выявили, что разбиты втулки стабилизатора. Вот у нас стабилизатор. И вот втулки разбиты. На мелких хочках получается глухой звук бухтит. И также увеличенный зазор на шлицевом соединении, на угловом редукторе. Прям слышно звук, удары идут. Сейчас поменяем втулки и будем снимать угловой редуктор для дальнейшей диагностики. Ремонт или обслуживание будет. Все увидим в процессе. Так, для того, чтобы снять угловой редуктор, нам понадобится снять колесо, открутить ступицу, отсоединить шаровую опору, одна гаечка и болтик здесь. Вытащить привод, а дальше я вам еще покажу. Очень часто шаровая опора с посадочного места не выходит. Поэтому приходится прибегать к своим методам, наработанным годами. Проще всего взять цепочку, если нет цепочки, ремень приводной старый. С помощью длинного рычага шаровая выходит без всяких усилий. После того, как мы сняли защиту картера и пыльник, у нас появился свободный доступ к угловому редуктору. Чтобы его снять, надо отсоединить кардан, что мы уже сделали. Снять привод правый. Чтобы добраться до промежуточной опоры, придется снять пыльничек тепловой, который защищает вот этот пыльник шруза от катализатора. Потому что температура большая. Если не быть этого пыльника, пыльник шруза ходить долго не будет. Просто температура, он придет в негодность. Так, вот он, тепловая защита внутреннего шруза. Да, похоже, никто сюда не лазил никогда. Поэтому и наблюдаем вот эти проблемы. Так, освободили мы карданную передачу. Открутили промежуточный вал от блока. Но всегда существует засада, иногда прибегаем к помощи лома. Потому что руками это сделать невозможно. Из-за высокой температуры, из-за разных металлов там закисает корпус. Ну, дальше вроде уже нам ничего не будет мешать. Будем продолжать. Так, достали привод. Что мы видим? На внутренней части смазка присутствует. А вот здесь все сухо. Сейчас снимем угловую. Наверное, мы увидим там еще хуже, чем здесь. Так, сняли мы угловой редуктор. В ответной части, видимо, смазки уже фактически нет. Но благодаря тому, что человек эксплуатирует автомобиль в основном в городских условиях, вода сюда не проникла. Поэтому ржавчины и коррозии особо мы не наблюдаем. Сейчас все это помоем. Новую смазку положим. И ремонт отклонится еще тысяч на 60. Такую процедуру желательно делать хотя бы раз в 60 тысяч. Наша ответная часть углового редуктора. Также видим, смазки фактически нет. Но не сухой. Слава богу, коррозии никакой не наблюдается. Сейчас примем все профилактические меры. Помоем смазку и собираем в обратном порядке. Продлим жизнь. Так, сейчас мы все замыли, почистили. То есть следов ржавчины нету. Будем менять смазку. Смазку будем использовать ударопрочную. Вот такую на основе молибдена тотал. Специально для шлицевых соединений. Переносит в нагрузки большие, такого сероватого цвета. Похожа на графитку, но не графит. Молибден. То же самое мы сделали с приводом. Все почистили. И ответную часть тоже все замыли, продули, прочистили. Сейчас меняем смазку и собираем обратно. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Смазкой не жалеем. На всю длину смазываем то, что проходит через угловой редуктор. Чтобы в этом месте тоже избежать коррозии. Потому что здесь у нас защита от влаги только вот один сальник. Если он будет пропускать, нам не избежать коррозии и износа. Ну, в данном случае у нас все сальники целые, без запотеваний, чистенькие, эластичные. Поэтому все будет работать. Так, ну, в принципе, у нас все готово к установке. Можно еще смазать направляющие. Для следующего вмешательства, то обычно на этих направляйках закисает. Иногда приходится снимать при помощи лома или какого-нибудь другого инструмента. А то, что там будем мазать? А у нас вот. А то, что мы здесь уже намазали, это вот достаточно? Это вот, да, хватит. И вот здесь у нас стоит вот такое вот колечко уплотнительное. Его обязательно надо ставить, потому что вот в этом месте в соединении коробки и угловой передачи не защищено. Единственная защита – вот это вот колечко. Поэтому не забываем и ставим его обязательно. Самое дело, что это колечко, да? Да, из-за вот этого колечка обычно происходит беда. Так, ну, у нас, в принципе, все готово к установке. Начинаем устанавливать. Так, у нас на Киа мы обслужили, редуктор уже стоит на месте. Вот такой же автомобиль, в принципе, обратился с такой же проблемой. Вот видно, что человек ни разу в жизни не обслуживал. Что мы видим? Шлицов нету, срезаны. На ответной части, на угловой передаче тоже шлицов нет. И вот человек попадает в место обслуживания 5 тысяч рублей на 80 тысяч рублей ремонта. Так, ну что, с основной задачей мы справились. Сейчас проверим, как работает полный привод. Во! Все. Полный привод работает. Посторонних шумов нет, ошибок нет. Со своей основной задачей мы справились. У нас осталось мини-ТО, замена свечей, фильтров. Ну, это, уже, думаю, для вас не очень интересно. Подписывайтесь на наш канал. С вами был я, Валентин. До свидания. Всем хорошей дороги. Субтитры сделал DimaTorzok